здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал как князь болемир майдан успокоил перед тем как я зачитаю вам интересный отрывок из книги кондратьева атила бич божий я зачитаю вам еще маленький такой сюжетик по поводу одессы одесса кровавый самосуд эх одесса мама сколько бессмертных шуток она нам подарила этот город на берегу черного моря навсегда отпечатался в нашем сознании как солнечный край полной жизни и веселья но мало кто знает что именно одесситы прославились самым кровавым самосудом за всю историю великой отечественной войны советской армии предателей не любили да ну и понятно изменников не любит никто за и ренегатство расстреливали без суда и следствия кто-то может осудить такой подход но давайте не забывать о времени среди мирного населения все было немного проще контров могли простить ну сломался человек с кем не бывает но в одессе но не в одессе при освобождении одессы 10 апреля 1944 года ворота в город ночью были закрыты причины никому не сообщались одесса была закрыта в течение целых суток никого не впускали никого не выпускали только через день в город вступили войска нквд перед вошедшими открылась страшная картина прямо посреди главной площади города на виселицах болтались сотни людей это были полицаи и их пособники которые помогали немцам прорвать оборону города оказалось за время пока доступ в одессу был перекрыт горожане самостоятельно переловили всех предателей родине родины и устроили самосуд таким образом жемчужа черного моря стала единственным городом в котором не проводили суд над изменниками ссср так ну а теперь ребята давайте я вам зачитаю из вот этой вот книги кондратьева атила бич божий или великое переселение народов очень вам рекомендую ее прочитать она очень интересная давайте же я вам зачитаю маленький отрывок как князь болемир это предшественник отилы расправился с назревавшим майданом давайте перед приступим так значит освободил он киев от готов въехал в киев и по поводу этого дела произошли гуляния ну и начали приносить человеческие жертвы своему богу перу ну вот тут вот давайте я вам интересное и зачитаю за жрецами шли обреченные на жертву отрок и отроковица несчастные были покрыты с головы до ног холчевым мешком они не шли а скорее были не сомы их вели поддерживали четверо жреческих прислужников вслед за обреченными окруженным множеством венедов ехал сам болемир виновник настоящего торжества как-то тупо и странно смотрел на всю торжественную процессию напоминала ли она ему либо грустная или он по обыкновению победителей и и как новый могущественный царь славянский считал для себя подобную жертву совершенно естественной и необходимой только он не подавал ни малейшего признака участия к тому что вокруг него происходит давайте значит я вам маленько объясню по книге что произошло и почему значит он вот это все дело сотворил когда значит они брали город готов были похищены его елки жена и сын малолетний значит когда они осадили город их жену и сына вывели на эту как его на стену городскую и значит кричат ему или ты сейчас отходишь или мы сейчас мать перемать перережем тут нафиг он значит собирает совет ребята и говорит что же мне теперь делать ему значит его на этом помощники на руководители армии говорят генерала его на ты понимаешь ты сейчас спасешь дочь и сын но потом помрут десятки а может и сотни а может и большие тысячи он сказал он сделал великий подвиг он сказал хорошо я отдам их вам но за это вы отдадите мне свои души поехали дальше и значит порезали их и бросили со стен на куски разрезали и жену и сына так за болимером пешком и на конях тянулась громада венедов победителей а за ними сотни каян одетых в самые разнообразные праздничные одежды приближившись приготовленному костру белый кон вдруг заиграл начал весело подниматься на дымы и зажал тем веселым тем гордо сознательным голосом которым дикие свободные кони ржут почуясь близость таких же как и они свободных и быстрых как ветер обитатели беспредельных зеленеющих степей вся толпа народа двигавшиеся к костру как один человек издали крики радости потому что она слышала явное признаменование что предполагаемая жертва угодно перуну и будет принято им с любовью значение коня кончилось и его снова повели в священную рощу для нового требования начиналось значение жрецов подая к жертвенному камню оба жреца пали перед ним низ полежав таким образом некоторое время они встали и начали осенять камень какими-то таинственными знаками ножом и руками после этого к ним подвели отрока и отроковицу с них сняли мешки и несчастные предстали перед народом во всем ужасе ожидающих их участи бледные дрожащие с дико блуждающими взорами они казалось потеряли всякое сознание и походили на ягнят в глазах которых режут их кормилицу мать затем в груду хвороста который был накидан в середину костра один из жрецов шепча про себя молитву кинул искру священного огня огонь этот был принесен из священной рощи и получился от трения одного дерева другое в священной же роще костер быстро вспыхнул пламя сразу высоко поднялось к небесам это было новым знаком того что жертва угодно перуну и будет им принято с любовью далее следовала главная часть жертвоприношения зарезывание обреченных первым был зарезан отрок и даже не вскрикнул когда нож жреца коснулся его горло тихо как подкошенный колосс он упал на землю жрец сейчас же отрубил у него руки ноги и голову сначала на костер была брошена голова потом руки потом ноги синеватым и смрадным пламенем вспыхнул костер когда на него упало человеческое мясо с каждой минутой смрад становился сильнее и тяжелее но народ народ исполненный божественного настроения казалось не только с охотой но даже с наслаждением вдыхал себя этот отвратительный запах вскоре огонь снова запылал яркими светлыми полосами испуская легкий синеватый дымок очередь была за отроковицей с отроковицей не так легко было справиться несчастная девушка полная вероятно надежд на жизнь и счастье не хотела умирать за благо народное которое она еще не понимала она долго билась стонала кричала молила о пощаде матушка кричала она рату меня бедную ратуй в ответ ей в толпе народа которая находилась ближе к костру раздалось дикое неудержимое рыдание из которого тяжело и быстро вырывалась болезненные многострадальные слова дочь моя дочь народ молчал в воздухе тоже была тишина необразимая яркое летнее солнце высоко уже стояла на небе и благодатно освещала и весь Киев и всю эту громадную толпу народа собравшуюся для бесчеловечного зрелища только один депр на берегу которого происходило это страшное бесцельная картина спокойно точно с недовольством и озлоблением плескался и урчал неся свои возмутившиеся воды далеко далеко от места безумного приношения зато истукан перун ярко освещаемый и лучами летнего солнца и пламенем разгоревшегося костра стоял совсем во всем величии языческого бога и как бы торжествовал свою языческую кровавую славу жрец издавна привыкшись к подобного рода крикам и молениям обреченных как кричала и молила от роковица хотел уже занести над ней свой тяжелый жертвенный нож как болемир громко крикнул стой жрец не режь ее жрец поднял на болемира свои удивленные глаза князь так дело делать не подобает не режь повторил болемир хотя мы все и славяне но у каждого из нас служение свое вы служители сиевы мы перуна а наш перун переступать его законы не повелевает не режь крикнул еще громче болемир князь так делать не подобает отвечал упорный жрец подобает смерть неугодный гаркнул уже болемир и выхватив из-за пояса топор раздробил им голову жреца жрец глухо крякнув всем своим толстым отъевшимся телом грузно рухнул на землю к подножию жертвенного камня на котором он только что совершил мрачное богохульство окружающая костер толпа ахнула в ужасе и грозный болемир показался ей еще грознее от роковица была спасена а болемир спокойно поворотив своего коня поехал от места отвратительного зрелища за ним последовали и его верные венеды расходясь киане роптали ох он не верует в наших богов он не хороший князь беда нам будет с таким князем а коль беда так что ж нам глядеть на него как он убивает наших чтимых жрецов не дадим его убивать наших чтимых жрецов советовала одна удалая голова и то не дадим подхватывали также удальцы пришел невесть откуда и бьет наших жрецов и в бога нашего не верует на что нам такой князь готы и те с нами так не делали они не рушили веры нашей а этот пришел не весь откуда и тут свои порядки заводит на что нам такой князь давай такого князя более благоразумные усмиряли удалых полно будет вам ребятки как бы беды не вышло какая беда одну беду бедовать другой не миновать аль мы не каяни аль мы только и гордимся в челядинцы готом да венедом допущая не у нас челядинцами будет а не мы у них полно будет вам ребятки как бы беды не вышло но чем более уговаривали удальцов тем более они храбрились кричали махали руками и находили себе новых последователей толпа их быстро увеличивалась они уже во всеуслышание заявляли свое неудовольствие новым князем долой болемира на что нам болемир он безбожник не верует в наших богов долой болемира на что нам болемир он не верует в наших богов долой болемира он не верует в наших богов он не верует в наших богов он не верует в наших богов долой болемира так поехали дальше к сумеркам толпа возмутителей страшно возросла венеды сначала смотрели на все это как на шуточную проделку киян смеялись сами шутили но когда увидели что кияни не на шутку поднимают против болемира возмущение сообщили ему о том болемир и сам давно уже знал о происходящем но он тоже относился к этому безучастно и неравнодушно сознавая что он действительно дерзко нарушил веру единокровного ему племени он хотел дать киянам некоторую свободу чтобы они пользуясь ей излили на него свою горечь и простили ему поступок но он ошибался в киянах торгуя саланией и нередко посещая Византию многие из киян вынесли оттуда влияние фракийцев и римлян которые в эту эпоху отличались особенным свободомыслием к правителям которые им почему-то либо не нравились и буйными проявлениями своей народной силы в свою очередь кияния ошиблись в болемире не по их силам было бороться с таким князем как он вечером когда уже весь Киев был возмущен и возмутители махая в воздухе оружием и зажженными смоляными палками вызывали болемира с его венедами на бой как там ребята когда возмутители махали с зажженными факелами и вызывали болемира на бой и вызывали болемира на бой он не верует в наших богов мы вызываем его на бой вот что ребята они говорят понятно вам вот сейчас я вам прочитаю что из этого всего получилось так мы вызываем болемира с его венедами на бой болемир выехал из занятых им хором и повелел чтобы все еще стоявшие станом у киева орда двинулась в городу орда быстро появилась в городе с появлением ее кияни не успокоились а еще более подняли вызывающий на бой крик и гам тогда перед кияними посланный болемиром появился донул а дончул дончул заговорил к народу меня послал к вам князь сказать вам чтобы вы мирно разошлись по домам и не кричали князь прощает вас не хотим болемира гудела толпа не надо нам болемира долой такого князя и такое наше последнее и такое ваше последнее слово спросил дончул улучшив минуту спросил дончул последнее последнее долой князя долой болемира дончун затрубил в голосистую трубу из стана послышалась такая же труба вскоре весь киев огласился криками боя стонами воплями рыданиями как демоны носились обручники венецкие по стогнам киева и истребляли все что попадалось им под руки им повелено было истребить всех киян без исключения к утру некого уже было истреблять и напрасно опьяненные кровью и усталостью венеды рыскали по домам клетям и землянкам отыскавая живых везде валялись одни трупы трупы младенцев матерей жен стариков отроков девиц там лежала целая груда отрубленных голов там туловище там изуродованной повсюду грудью валялось тело молодой женщины а рядом с ней рассеченный надве ее малютка там же целая хижина была набита обрывками человеческого мяса а кровь кровь виднелась повсюду в домах на домах на листьях на траве на одежде победителей и побежденных везде везде и даже воздух был пропитан запахом одной крови трудно было дышать в этом воздухе но победители дышали дышал и сам болемир виновник стольких несчастье виновник стольких потоков крови более сорока тысяч каян погибло в одну ночь объезжая город тупо и безучастно смотрел на все происшедшее победитель вот такой вот интересный отрывок из этой книги читайте ребята изучайте историю это ребята повторялось не один раз приходил баты зачищал приходил атила приходил болемир и кто только не приходил понятно вам да на что ведут вас вот эти вот ребята которые кричат он не верует в наших богов он плохой князь долой болемира кричат они он не верует в наших богов в каких ребята богов они себе выбрали а те ребята которые приносят делают жертвоприношение об этом история говорит но почему-то не хотят ее показывать у вас там на украине из вас растят вот таких вот как сказать готовым к жертвоприношениям и когда это коснется каждого вот тогда я думаю вы будете за этого самого болемира спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания